За годы Великой Отечественной войны из Сочи в действующую армию было призвано более 18 тысяч человек. Из них 4566 воинов не вернулись с фронта. 17 сочинцам присвоено звание Герой Советского Союза, 8 из них посмертно. В память о подвиге храбрых солдат на курорте установлено 7 братских могил. В этом году к списку бойцов добавляются новые имена. И каждый раз, отдавая дань памяти погибшим в годы войны, мы благодарны им за мирное небо и сохраненную родину. С возложения цветов к мемориалу упавших солдат во время Великой Отечественной в Адлере стартовал проект «Лес Победы». Это очень знаково, это правильно, это то, что сегодня является как раз духовными такими скрепами всех людей, которые понимают и высоко оценивают нашу Великую Победу. Вспомнив имена героев по имену, участники первых всемирных игр юных соотечественников прибыли в район Эмеретинки. Здесь они дали жизнь саженцам, которые теперь будут носить имена героев. Народный проект поддержали 80 регионов России и ряд зарубежных стран. На каждое дерево выдается сертификат, в котором указывается, кто посадил саженец и в честь кого. Кроме того, у всех участников акции есть георгиевские ленточки. Одну повязывают на ветку саженца, другую зеленой пионеры заверут с собой в город, чтобы украсить ей еще одно посаженное дерево. Международную дружину зеленой пионеры приняты все ребята, участвующие в проекте «Лес Победы». Посадив деревья в 34 странах, откуда и приехали юные активисты, они помогут всему миру вспомнить о подвигах каждого народа в годы войны. Я очень уважаю то, что наши предки сражались против фашизма. Очень много книг читал, но пытаюсь отдать память им, как можно. Делаем то, что сможем, чтобы память была вечной. Сученко Ирина Расторгуева высаживает саженец в честь своего дяди Михаила Расторгуева. Он служил на подводной лодке и погиб при обороне Севастополя в 1941 году. Для меня это большое значение имеет, потому что не имея могилы дяди, мы будем приходить к дереву, будут сюда приезжать наши родственники со всей России. Мы очень этому гордимся, то есть это будет память на все времена. Руководители делегации получили удостоверение, которое служит символом эстафеты для реализации проекта в стране участника. Не обошлось и без современных приемов распространения информации. Каждый из ребят смог принять участие в конкурсе «Лучшее селфи», сделав фото на фоне посаженного своими руками дерева. Пять активных пользователей соцсети Instagram, набравшие наибольшее количество лайков, получат приятные призы от организаторов проекта и майку со своей фотографией. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.